Инфекция, поражающая иммунитет, не передаётся в дружеских отношениях. В Российском университете дружбы народов состоялась международная научно-практическая конференция «Ситуация по ВИЧ-СПИД и борьба с эпидемией в России и в мире». На ней обсудили современные тенденции в сфере профилактики и борьбы со СПИДом и основные задачи, которые стоят сегодня перед всеми странами. Основная задача в этот день – это кому-то дать знание о ВИЧ-инфекции, о том, что есть такая болезнь. Для кого-то это расширить знания и познакомить, в первую очередь, молодых людей с ситуацией по ВИЧ-инфекции. И самое, наверное, главное – это о профилактике. Мы уже не первый раз в РДН. Мы рады вновь прийти и по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом поделиться со студентами самой свежей информацией, статистикой, сложностями, с которыми сталкивается молодёжь, живущая с ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. И, конечно, нашими новыми компаниями и продуктами для молодёжи. На конференции участвовали объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ-СПИД, ЮНАИДС, Фонд социально-культурных инициатив, Федеральный Центр профилактики и борьбы со СПИДом, Эйдж-клиник и, конечно, люди, находящиеся на постоянном лечении и продолжающие бороться за свою жизнь. Лечение появилось в России, ну вот там, где я жил на тот момент, в Сибири, в 2006 году. Это был старт моей терапии. То есть на тот момент у меня были существенные потери в иммунитете и очень высокая вирусная нагрузка. И уже 12 лет я на терапии. За 12 лет, в принципе, параметры, основные параметры моей жизнеспособности, такие же, как у здорового человека. Говорили как раз о профилактике, о современных подходах к профилактике, о современных подходах к профилактике, передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку, передачи ВИЧ-сексуальных контактов и так далее с активной молодёжной аудиторией. На встрече разбирали такие насущные темы, как профилактика ВИЧ-инфекции среди молодёжи, международные программы по предотвращению эпидемии ВИЧ, проблемы стигматизации ВИЧ-инфекции, спецдиссидентство в России и во всём мире. Телевидение РУДН, новости.